Поднимите, пожалуйста, руки все, кто сегодня в какой-то момент времени был на расстоянии ровно 173 метра от своего дома. Все подняли руки. Как вы это определили, что вы были? Можно кто-нибудь объяснить? Да. Проведем окружность. Что? Проведем окружность центра в точке наслаждения своего дома, ставим 173 метра. Когда мы выходим из дома, и идем на расстояние больше, чем 170 метров, мы операционно. Да. Ну, мало кто живет, наверное, на расстоянии 173 метра от этого места. Ну, наверное, есть какие-то дома здесь, но немного. Значит, соответственно, расстояние как-то меняется. Выходя из дома, вы были на расстоянии меньше 173 метра, а сейчас явно на расстоянии больше. Значит, был момент, когда вы были ровно на расстоянии 173 метра. Это называется непрерывность. Научное название этого, теорема о промежуточном значении. Ну, давайте я еще что-нибудь спрошу. Вот здесь какая-то фигура. Верно ли, что ее всегда можно разрезать прямой так, чтобы сверху было столько же, сколько снизу по площади? Верно? Да. Кто считает, что это обязательно верно? Разно площадей, которые сверху, которые снизу. Сейчас, у нас прямая, мы будем брать горизонтальную прямую, да? И смотреть, сколько сверху, и сколько снизу, и будем смотреть на разницу, да? Да. Ну, хорошо. Будем потихоньку так двигать эту прямую. Начав, допустим, сверху, и дальше двигаясь в ДАН. Если она изначально находится очень высоко, то эта разница равна минус площади. Если она находится изначально очень высоко, но выше фигуры, то тогда вся фигура идет сюда. То есть получается изначально, что было минус S. А в конце S. А в конце S, потому что вся фигура находится сверху. Ну, в конце это значит, когда она опустилась ниже фигуры. Да, и... Какой-то момент будет 0. Значит, в какой-то момент, ну вот в силу, опять же, этих соображений непрерывности, будет 0. Продолжение следует...